Ребята, всем привет! Поздравляю всех подписчиков и всех жителей Республики Сахар-Якутия с праздником, с Днём Республики Сахар-Якутия. Извините, что видео выходит только сейчас, а недавно я поехал в город Якутск на встречу с самим Илдарханом Айсеном Сергеевичем. Была встреча с Илдарханом, с главой Республики, и я задал ваш самый любимый вопрос, почему же мы живем здесь. Смотрим. Машина не может выехать, она там буксует. Спасибо вам, спасибо. Спасибо, Антонислав. На самом деле, это вопрос, мне очень интересно, о чем вы там все сидите, о чем вы тут минус 60. О боже, вот видите, вот след как вышло, вышло колесо, сделал вот такой круг. Почему я остановился, потому что заметил на небе вот такое явление. Сегодня у меня будет поездка в город Якутск. Сегодня 11 апреля. Сейчас будет старт. Я только выехал со своей деревни Кутана. Суточный пробег обнулил. Навигатор поставил в город Якутск. Примерно 900 километров. Дорога, состояние дороги у нас нехорошее. В смысле, у нас в данный момент идет гололед. Местами есть гололед, местами есть снег. Грунтовая дорога еще не вышла. Грунт еще не вышел. Вот только местами. Мы дальше поедем, посмотрим, какое состояние дорога. Говорят, что очень много вылетов в Кувет. Буду ездить осторожно. У меня 18 колеса. Те колеса, которые стояли у меня зимой. И получается, на этих колесах я вылетел в Кувет. Температура сегодня потеплела. Днем, наверное, будет где-то плюс 5. Возможно, и по нулям будет. Дорога местами немножко снег расплавит. А потом где-то с 5 часов уже все обратно обледенеет. Время сейчас 14 часов дня. Надеюсь, вечером благополучно доедем. Проезжая в деревню Кандиаде. Здесь недавно были иконки. в снежной селине для уазов. И сразу у нас ледовая переправа. Река Вилюй. Пока держится. Погода холодная. Поэтому сейчас все еще зимник у нас открыт. Сейчас посмотрим, сколько тонн разрешено. 30 тонн. Обычно в это время года ледовая переправа бывает заполнена вся водой. Но, как я говорил в моих видосах, в этом году у нас аномальная погода. Очень холодная. Весны все нет и нет. Поэтому ледовая переправа держится. Это у нас въезд в город Нюрба со стороны города Мирного. Пригород Дубаян. Скоро мы подъедем к центру города Нюрбы. Тут уже есть лужи. На выезде из города Нюрбега есть заправка. Заправлюсь на пару тысяч. Это у нас будет 34 литра 92-го. Так, не заправили. У них какой-то технический перерыв. Прием бензина. У меня где-то 25 литров баки. Этого хватит до следующей ближайшей заправки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Село Джархан и река Марха. Здесь у нас самый большой и красивый мост в наших краях. за рекой есть деревня Марха. Там должна быть заправка. Заправимся и поедем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Село Мар. И здесь есть маленькая заправочка. Заправился на 2000. Мне это хватит до следующей заправки Верхний Вилюйск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мост через реку Тюка. Граница Нюрбинского и Верхнего Ильюйского луса. Раньше тот зимник внизу слева был. Однажды я там улетел в реку зимой на Тойота Ипсен. Поворот профукал и улетел прямо в реку. А сейчас вот построили большой красивый мост. Скоро, наверное, построят на реке Вилюй. Село Хоро Верхний Вилюйский Илус. Здесь есть очень хорошая чайная. Но пока кушать не буду. У меня завтра важная встреча в городе Якутске. И надо похудеть. взять с собой костюм. И мне надо завтра влезть в этот костюм. Давно не носил. Еще одна ледовая переправа под Верхний Вилюйска. Тоже река Вилюй. После этого у нас уже ледовых переправ не будет. А большой мост планируется строить вот тут. Где-то там что ли. Это будет очень большой проект нашей республики. Ну пока ничего не известно. То ли заморозили, то ли стоп. Вроде начинали позапрошлом году. Но заморозили. очень будет классно если построят тут действительно мост. Потому что здесь летом паромная переправа. Сейчас в Верхний Вилюйске мы заедем к одному человеку на диагностику. Это у нас Верхний Вилюйск. Сейчас мы заедем к человеку самому знаменитому гонщику по снежным гонкам по УАЗам в Верхний Вилюйском Улусе. Зовут его В.Д. Петр. Петр Кандышевский. Друг. Вот гоночный болид Петра тоже патриот. Недавно он участвовал в республиканских гонках Харая и ему тут перелетело. Ибо Штепанов Тимур Трущко Спартак Ханала Сулут Маннавалар Рабчулут Орла Кантер Борис Захаров Герасим Рабчулут Он на гром И на хуров Везеслав Он немножко отрихтовал Ну и спереди тоже в гонках ударился А так тачка огонь Пытаемся прочитать блок от АБС Многие уже видели у меня на приборке горят лампочка АБС ЕСП ЕСП у меня не работает Хотелось бы узнать причину У меня есть обычная ЕЛМ Она читает только этот ЭКУ Ошибки двигателя и так далее А вот блок КБС она не подключается почему-то Пробуем всякие ланчи Пока что не можем подключиться Выезжаем из города из поселка Верхний Вилюйск Так и не смогли прочитать вот эти ошибки Оборудование ланчи за 100 тысяч не смогла прочитать потому что у него в менюшке нету марки УАЗ Так что ребята посоветуйте какая диагностическая и самая дешевая подходит на УАЗ чтобы прочитать блок АБС А у нас тут пробка Загрузка техники За правом стоят тоже два машины третья подъезжает Будем ждать когда уедет Машина не может выехать Она там буксует Я бы помог с динамическим тросом Но против там где 30 или 40 тонн Наверное ничего не смогу сделать Открыли дорогу Возьми с прилегающей дороги пытались выйти и вроде не смогли Село Село Хомустах или по-нашему нам после Верхнего Илюська Здесь есть две камеры скоростного ограничения ограничения 40 километров в час село Тамалакан Деревня Кюль Почему-то в последнее время переименовали название этой деревни в Кюль Раньше эта деревня называлась Карпалах Не знаю может до сих пор так не называется но на табличке когда заезжаешь в деревню табличка написана Кюль Слово Кюль на якутском языке имеет два значения Первое значение это пепел а второе значение смейся Не знаю как правильно звучит название этой деревни Если знаете напишите в комментариях Ребята подъезжаю к тому самому злосчастному месту когда я зимой когда ехал вылетел в Кювет Вот смотрите вот за мостом есть асфальтовое покрытие потом у нас поворот налево тут есть знак идут работы дорожные асфальт все еще не кончается поворачиваем значит я тут летел под 100 км в час летел летел поворот не заканчивается там за полом ничего не видно вот у нас асфальт заканчивается и у нас прямо остается там буквально 100-150 метров тут начинаю тормозить машина скользит не тормозит потом я доехал еще до сюда тут видите поворот немножко направо а вот та дорога а тут я упал и получается тут уже сделали дорогу раньше тут был объезд справа короче не успел повернуть машина не поворачивает не тормозит скользит и пришлось вот упасть прямо прямо в овраг в ковет в ехали в город Вилюйск время 8 часов вечера солнце вот-вот сядет здесь мы заправимся и поедем дальше центр города Вилюйска сейчас будет светофор и нам надо повернуть направо приехал в село Ортосурд до города Якутска осталось ровно 300 километров время местное пол двенадцатого почти скоро полночь я уже проголодался наверное буду кушать опять в гостях где-то через полтора часа мы туда доедем и поздний ужин полет пока нормальный заправился на тысячи рублей еще Вилюйске заправился еще на две тысячи и того пока заправился на пять тысяч перед гостях и тоже будем заправляться и это будет последняя заправка время почти пол третьего ночи села омагарас до якутска сто километров надо срочно попить кофе устал вот сегодня в городе якутске вот такое здание квартал труда креативный кластер у нас сегодня тут будет экскурсия и встреча сил Дархана это глава республики Саха Якутия на первом этаже у нас тут выставка сейчас идем на второй этаж такой в мировом масштабе это киберспорт и мы здесь специально создали площадку второй этаж площадка стриминговая площадка называется здесь как говорят будут проводить соревнования по киберспорту у нас республика киберспорт разве довольно таки сильно можно сказать уже в чемпионатах мира на всяких платформах ребята занимают места в чемпионатах у кинощиков когда мы спросили чем помочь если далее нужна цвета коррекция это когда фильм делается тонировка потому что они обычно ходили в киноцентр то бытового сделать ребятам в ночное время арендовать кинозалы и смотреть качество картинки то сейчас у них появился такой зал и вот мы даем возможность это на примере фильма который москвичи снимали в якутии как они вот что такое цветокоррекция вот этот пульт он как раз позволяет очень точно это делает очень тонко потому что раньше если обычной мышкой делаешь там точность гораздо ниже получается а вот получается пульт который позволяет там очень тонко настраивать тут происходит работа звукорежиссера он настраивает качество звуковой дорожки фильма звук 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 чтобы понять сколько как это лучше музыка для обитания музыка имитация детского зала для убедения что так в студии ЦАД сегодня правда мы немножко в ужасном демонстрируем суть для технологии наверное многие из вас знают потому что если для технологии то использовалось при съемках фильма Мандалови сейчас на эту широкую звук мы пришли в зал конференц-зал ждем Ильдархана вот наши знаменитые блогеры Панда Сахар ну тоже маленький пока Марада приветствовать вас на нашей встрече нашим замечательным зданием креативного кластера квартал труда который у нас буквально в единственную работу мы с вами прошлись по всему комплексу посмотрели наши студии посмотрели все локации это здание 70-го до постройки мы постарались чтобы собственно не только слить новое но и попытаться сохранить то что было сделано до нас с уважением к этому наследию то есть самое главное что это стала отправной точкой действительно ревентализации всего-то большого района я уверен что это станет такой правной точкой для формирования такого креативного ядра города Якутска все мы знаем что наша республика является лидером по развитию креативной экономики креативных индустрии это на самом деле во многом заслугой благодаря той позиции которой занимает наш лидер наш лидер хан Асет Сергеевич Николаев который изначально поставил такую задачу которая уже на самом деле более 10 лет об этом говорит ну и конечно вот эта лидерская позиция помножена на талант наших предпринимателей наших творцов которые создают визуальный контент аудио контент которые создают продукты это все заставило говорить о Якутии как остаточном феномении давайте просто честнее во первых мне очень рад вас всех приветствовать креативный класс главного круга мы даже с ним отмены достаточно полного но вот такое серьезное мероприятие которое касается не только узкого круга лица но и большого сообщества мы наконец-то проводим только и проводим его сразу с влевосточного стартап-тура и в преддверии я про стартап-тура я очень признателен вот ребята корпорации развития Якутии на парк айкей-парк креативный класс они сделали вот такие скажем так экскурсии для творческих людей мы все с вами прекрасно понимаем что мы живем в лет таких глобальных коммуникаций угострения передачи информации различных социальных сетей и конечно же я считаю что о таком замечательном месте как креативный класс кладкал труда который на самом деле конечно же уже точно будет таким сердцем креативным сердцем Якутийска я родился учился и до сих пор живу и работаю в своем родном селе село называется Кутана Санкт-Арский Лос и знаю что вы сделали для республики очень-очень много в данный момент в нашей маленьком селе в нашей школе идет капитальный ремонт нашей школы сумма 120 миллионов или чуть больше я работаю уже 17 лет в своей школе учителем информатики учу детей новым технологиям и так далее и где-то 4 года назад я начал снимать видео и выкладывать это в ютуб и в данный момент у меня кое-что немножко получилось и недавно я получил вот такую награду от ютуба называется это означает что я добился 100 тысяч подписчиков у меня подписчики по всему миру а второй основной канал у меня называется Северный Патрик потому что у меня УАЗ Патриот и как Патриот своей страны я купил машину УАЗ Патриот и начал снимать про эту машину но моим больше 100 тысяч подписчикам не интересует мой УАЗ Патриот а интересует в основном быт жизнь традиция в Якутии на севере как мы живем они вот такими глазами смотрят и слушают как мы живем дышим гуляем играем на улице когда минус 50 минус 40 минус 60 и очень очень самый популярный вопрос и комментарий из моих подписчиков это я хочу от вас спросить люди смотря вот наши климатические условия спрашивают почему же вы там живете что вас держит почему не переезжаете не легко ли куда-то тёплые края и так далее и насчет ютуба несмотря на то что закрыта монетизация я и как все мои коллеги блогеры мы продолжаем снимать и популяризировать нашу республику все равно рассказываем и показываем наш быт наши традиции и все что касается нашей жизни и я очень надеюсь что наша республика наша светлое будущее нашей республике спасибо вам спасибо спасибо с вами жители о чем там все сидите о чем минус 60 зимой комаров здесь здесь каждый ответ человек каждый человек определяется и понятно что это наши земляки я вообще считаю что мы якутяне вне зависимости от национальности вне зависимости мы достижение человеческой цивилизации мы выжили там где замерзли мамы мы развиваем технологии которые уникальны для человечества построили в конце концов вот этот город который самый крупный город в мире навечно но никто же не смог вот такие города построить мы живем мы развиваемся достижения какие большие посмотрите что в искусстве что в науке в экономике и так далее кто кроме нас это сделал никто не сделал мы это сделали конечно мы хотим здесь жить это самая большая богатая земля и это земля на которой мы чувствуем себя хозяином куда якутянин поедет и скажет это моя земля я хозяин здесь по большому счету не будет а мы здесь точно все хозяева этой земли поэтому мы за нее и в ответе это раз вот это Столин все время прикал ну не то что прикал он дает игра престолов хранители сель вот мы мы хранители сель можно так сказать и не даром ленские свободные стороны центральные хоть и здесь тоже по рекам по большим рекам мы наоборот ожидаем что все-таки плюс-минус у нас где-то там чуть хуже чуть лучше пройдет Лена Калимана Алдали вот а по малым рекам проблема наверное будет мы сейчас поэтому ряд не отпределяем что касается прогнозов по погоде то у нас очень серьезное опасение вызывает северо-запад это вот Оленюкский Жиганский Аннабарский вот эта часть Мирненская север Мирненская и у нас потом уже к концу июля наоборот вот это вот скажем так Усть-Майский Тампунский Авгенский вот та часть районов ну пока вот такие прогнозы но мы пожаром-то конечно гораздо лучше готовы чем два года назад с помощью президента и техника и людей и инструмент который мы во всех регионах есть но вот такой как у нас он точно точно уникальный и то что Якутия в прошлом году признана самым креативным регионом страны конечно заслуга Афанасия его команда команда нашей министерства инноваций там много других дисципли она огромна и хочу сказать что очень интересная встреча прошла Я некоторые вещи сверил услышал то что предполагал услышать услышал что-то новое и друзья я еще раз хочу подчеркнуть что мы живем в крайне непростое время мы просто времена не убираем время нас выбирают выбрал нас жить одно время то ковиль то такие тяжелые испытания практически и безусловно мы всегда должны в этих условиях сохранять с одной стороны устойчивость как страна как республика но с другой стороны конечно должны развиваться понятно я об этом еще раз могу сказать что мы о серьезном дальнейшем развитии можем говорить когда достигнем победы мы все для этого сделаем я очень надеюсь что общество поддержка наших творческих людей творческих индустрий сегодня тоже очень хорошие интересные патриотические идеи прозвучали мы их обязательно будем поддерживать закончилась встреча с нашими творческими людьми квартале труда панда саха оказывается он тоже наш человек уазист у него уаз фермер фирма колми приезжал в сервисный центр а починили мне правый передний датчик АБС в Верхневолюйске Петр не смог прочитать ошибку а тут конечно же с профессиональным оборудованием все прочитали узнали и заменили спасибо фирме колми а фирма как видите очень хорошо развивается самый большой автосалон в Якутии здесь у нас лада детский центр лада уаз кия еще фирма планирует расшириться сторона Китая как делают это все потому что Европа закрыта остается Китай вот у меня ошибка пропала теперь у меня антизанос работает АБС работает уже не страшно ездить в гостях горный Улус Улус это центр горного Улуса проезжаем посередине федеральная дорога А331 покрытие с города дороги с города Якутска до Бедниковстях асфальт очень хорошее дальше уже идет грунтовка наша любимая село Агма горного Улуса здесь у нас техника дорожная техника встала поперек Хотел наверно развернуться он сильно ушел в кувет Подъехал у нас трактор Сейчас они попробуют вытащить В принципе она не села просто скользит По дороге заметила что убежало чье-то колесо О боже Смотрите вот след как вышло вышло колесо сделала вот такой круг и тут упала Вот большие грузы смотрите как литье порвалось надо выкинуть Вот я поставил к обочине Это случилось совсем недавно тут теплое даже Посмотрим может он еще едет и не заметил потери взять с собой я не могу у меня нет места нашлось ушлась машина которая потеряла колесо правое заднее водителя нету наверное поехал за колесо только что напарник пошел в ту сторону вот такая у нас поездка ищут колесо тут получается 247 километр а колесо лежит на 233 15 километров назад хорошо едем вот такая ледяная корка у нас дракония чешуя дорога хорошая есть лужи очень тепло местами скользко было ну асфальт сухой он хороший почему я остановился потому что заметил на небе вот такое явление называется солнечная галла вот видите вот слева и справа тоже идет кольцо кольцо оно не вокруг солнца а солнце идет вот так вот с этой стороны еще нет вот появляется я благополучно вернулся домой а дорога была нормальная неплохая местами была грязь лужа ну все-таки патриот справился с этой задачей и довез меня с пункта пункт без проблем встреча с с Элдарханом с Николаевым мой сыном Сергеевичем прошла на хорошем уровне были очень много известных людей блогеры телевизионщики киношники артисты всех наверное вы многих вы наверное знаете это как Вячеслав Бродников Афанасий Слепцов еще у нас был знаменитый панда Саха еще очень 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 много известных и крутых наших блогеров и артистов были на этой встрече и была беседа так как как говорится без галстуков я был очень рад этой встрече на встрече очень многие рассказывали про себя про свою деятельность какие у них проблемы что им нужно и так далее я просто рассказал немножко про себя Айсен Сергеевич и задал ваш самый любимый вопрос почему же мы здесь живем он очень хорошо ответил на этот вопрос показал ему свою награду серебряную кнопку ютуба везде ходил с этой кнопкой нам показали вот это чудесное здание где сделали очень много студий по обработке видео по обработке звуку там всякие студии виртуальные залы игровые компьютерные залы и так далее несмотря на нынешнюю ситуацию наша республика развивается так что ну вот вкратце все что могу сказать всем любви здоровья удачи пока удачи пока Продолжение следует...